Всем привет, друзья! С вами Диодант, и это опять Сюгун 2 Total War. На самом деле, сегодня я просто пытался записать Дон Старф, но из-за этого ничего хорошего не вышло, потому что меня убили какие-то паучки, которые появились в последнем обновлении, да? Я вот психанул и решил записать Сюгун, да? Ну, давайте тогда уже будем сразу же вспоминать, что здесь происходит. Насколько я помню, в предыдущей серии у нас была такая не самая приятная морская битва, в ходе которой мы потеряли свой флагман, да? Но это опять-таки не беда. Собственно, сейчас, я думаю, тоже у нас будет довольно-таки эпичный замес с армией мятежников, которая появилась буквально в предыдущей серии, в самом ее конце. Сейчас я еще на таймер посмотрю, чтобы засечь время. Все, засек. Ладно, ждем, когда подойдут к нам мятежники. Ну, вот Мацумай опять пытается своими остатками флота что-то предпринять, и, походу, они хотят грабить наш флот. Так, и нам, судя по всему, придется выходить из города, потому что эти товарищи не хотят... не хотят атаковать наш город, да? Извиняется, конечно же, за такую-то автологию, но так оно и есть. Поэтому мы выбираем своих лазурных драконов и отправляемся в бой. Армия противника полностью состоит из ополченцев, разумеется, никаких шансов против нас у них нет. Но мне придется проводить битву, собственно, наручно. По одной простой причине. Один раз я уже отдался искусственному интеллекту, как бы это странно не звучало, и, разумеется, все было просто-напросто ужасно. Потерял кучу отрядов, и поэтому больше таких ошибок я допускать не буду. Я, на самом деле, сейчас вот даже думаю постоянно, что мне записывать, потому что с Дон Старом вот именно такая неприятность вышла, то есть там просто-напросто нет вот возможности сохраняться, как в Майнкрафте, я об этом уже много раз говорил. И это меня напрягает, на самом деле, потому что в игре это полный нуб, и так как я месяц не играл, там, оказывается, в обновлении появилась куча новых фишек и куча новых сложностей, да, а я был просто не готов к ним. Я себе гулял, как обычно, ну и в итоге нарвался на большие неприятности. То есть Дон Старф именно этим неприятно. И как я вот не могу начать какое-нибудь другое прохождение, кроме как Сигуна, да, к сожалению. Ну что поделать, что поделать. Варзи пытался тогда, помните, еще в декабре начать, но, не знаю, саму мне вроде бы как нравилось, но подписчики не восприняли это прям уж так, прям уж так совсем офигенно, да. Поэтому, поэтому мы убираем наших лазурных драконов, и сейчас начнется у нас еще один большой замес, замес еще с противником. Ладно, смотрим, что у нас противник предпримет, будет ли он идти в атаку. Нет, все-таки противник решает, решил постоять на месте, да, поэтому придется мне саму предпринимать какие-нибудь активные шаги такие. И мы отправляемся с вами в бой. Лазурных драконов, думаю, немножечко мы с вами погоняем, пусть они побегают, так как битва, я думаю, будет очень-очень быстренькой. Армия противника, да, это самые обычные ополченцы, бедняги, бомжи. Конечно же, головные уборы, уборы, что у нас, что у противника не самые такие крутые, смотрится очень смешно, как знаете, я уже говорил, гномы такие бегают, непонятные, да. Ну, что поделать, что поделать. Конечно же, не зря я выбрал именно этот дом, из-за его черной формы, смотрятся эти товарищи очень грозно, если бы еще были в нормальных шапках каких-нибудь, да. Поэтому давайте-ка заглянем в какую-то деревеньку. Да, конечно же, красота неимоверна. Смотри, даже можно заглянуть в дом. Жалко то, что нет, вот, после того, как после Рома Тоталвара больше нет возможности просматривать свои города, смотреть, как там люди живут. Я, на самом деле, очень любил Ром Тоталвар именно за эту фишку. Казалось бы, все там люди одинаковые, да, все юниты, но все равно, вот так вот ты берешь, ходишь и следишь за каким-то из юнитов, да. Кажется бредом, но на самом деле было очень приятно. Так, ну ладно, тем временем обходим противника по флангу, точнее, не обходим по флангу, а просто-напросто встаем в лоп-лоп. У нас дальность атаки 125, у противника, у противника, к сожалению, не знаю, какая дальность, но я думаю, тоже где-то 125. Навряд ли в них будет чуть-чуть меньше, чем у нас, да. Боевой дух у противника немножко подорван, да, это, видать, влияет наш военачальник, поэтому все это нам играет лишь на руку. Что хорошо, лазурные драконы получат кучу халявного опыта и станут прям уж со всеми моими такими элитными войсками, да. Главное, чтобы сейчас их просто-напросто не перестреляли по-глупому, так как право первого выстрела, к сожалению, останется за противником. Можно, конечно же, поставить их на пригорку, но это, я думаю, будет слишком-слишком долго. Поэтому что поделать. Пока что мы их с вами еще немножко так выставим вперед. Да, вот такие битвы я, конечно же, не очень-то и люблю, потому что это обычная рутина, да, когда ты играешь вот такие вот небольшие передвижения, и никакого, опа, никакого интереса они не составляют. Быстренько ставим стоп. И на залповый огонь. Противник решил предпринять первый шаг. Это его большая ошибка, за которую он очень и очень сильно поплатится. Потому что сейчас мои войска уже начнут стрелять, и все, там уже противник просто-напросто опречен. Мы, конечно же, тоже с вами потеряем очень много войск. В этом можно не сомневаться, но все-таки право первого выстрела осталось за нами. Правда, здесь уже полотряда, почти что у нас скосило. Ну, что поделать. Давайте-ка мы, наверное, с вами генерал чуть поближе подведем. Хотя, смотрите, нету почти четверти отряда, но они все равно стоят. Даже нет никакого намека на панику. Чего не скажешь о противнике, да? Ну, противник здесь их не торопится подводить, поэтому нам нужна срочно помощь. Помощь наших войск. Потому что здесь он решает почему-то в кучу перейти. Но это ему не поможет ни в коей мере. Так, потихонечку мы с вами его заходим во фланг, но здесь тоже не достаем. Ставим залповый огонь. По командующему опять начинают стрелять. И этих ребят мы тоже отводим сюда. Все, противник уже, считайте, попал в клещи, в перекрестный огонь, и шансов у него практически нет, да? Здесь тоже ставим на залповую стрельбу, и все, тут уже идет обстрел по всем правилам. Вот так вот, куча халявного опыта зато получаю. Конечно, потери здесь тоже 140 человек, точнее 60 человек, это немало. Ну, что поделать, что поделать. Это вам не медиал два тоталлара, помните, да? Как один наскок кавалерии, и у противника уже нету половины армии, да? К сожалению, это не так. Ладно, отводим этот отряд, дабы он там не начинал паниковать и творить какой-нибудь беспредел нехороший, да? Я что-то в последнее время медиал даже-то и не играю, потому что мне лень его качать с торрента. Смотрите, да, казалось бы, казалось бы, у нас тотальное преимущество, да? Но противник, блин, что-то нехорошее творит. Что-то прямо меня аж... Да... И почему-то эти товарищи тоже не хотят убегать, да? Вот в чем прикол. Мы сейчас с вами просто-напросто потеряем всех своих лазурных драконов, к сожалению, да? Но надо что-то делать. Все-таки у противника численное преимущество, тоже это очень сильно сказывается. Хоть это и не совсем уж и качественные войска такие, да? Но все-таки... Все-таки определенную кучность стрельбы у них есть. Поэтому здесь, я уже думаю, особых таких проблем не будет. Скоро они дрогнут. Я на это очень надеюсь, что в противном случае мы с вами потеряем очень много. Да, противник убегает, и мы отправляем генерала догонять. Хотя, смотрите... Генерал-то мой жив. Надеюсь. То есть, если сейчас генерала потеряю, то будет вообще весело. Нет. Генерал мой жив, слава богу. Рисковать я им не знаю, стоит ли мне рисковать или нет. Здесь мы отправляемся в штыковую. Здесь уже начинаем обстреливать. Да, вот такая вот немножко незамысловатая битва. По-быстрому ее заканчиваем. Чтобы не возникало уже никаких вопросов. Ваша победа уже близка! Кстати, вопрос в том, то... Уйдут ли куда-нибудь эти товарищи, да? Поэтому мне, наверное, придется все-таки генерала моего отправить. Догонять этих... Этих... Этих гадов, да? Потому что опять гоняться за ними по всей карте у меня нет абсолютно никакого желания. Хочется уже, чтобы они исчезли раз и навсегда. Как я люблю это делать. Надо бы нанять, конечно же, один какой-нибудь кавалерийский отряд. Но вот, к сожалению, ни денег, ни возможностей, ничего у меня нет. Ну, я думаю, в скором времени, после того, как разрешится вопрос, уже софлотили. И мы как-то с этим разберемся. В любом случае, у меня на этот счет большие надежды. Ну, так вот немножко генералам потрепали противника. Признаем поражение, разумеется. И завершаем битву. Завершаем битву. Ой... Да, такие дела. Обидно, понимаете? До сих пор мне обидно за этот Дон Старф. Так все хорошо начиналось. И подписчикам понравилось. И самому было в кайф играть, да? То есть интересно. Ну, вот, все время у каждой игры есть какой-то свой минус, который вот не дает тебе покоя, да? Хотя вот, наверное, у Медивла 2-го не было такого минуса, да? То есть проходил все спокойно, проходил. И потом постепенно закончил, да? С этими же играми все наоборот. Так, ну ладно, здесь я... Блин, даже не знаю. Проводить автоматически. Давайте быстрое сохранение сделаем. Ну давай, родной. Да, решительная победа 6 человек всего потеряли. Поэтому нормально. Вот у Медивла 2-го не было минуса, да? То есть давайте разберем даже все игры, в которые я играл. Минус смерти шпионов. В том, что игра под конец... Я уж не помню, какая там причина-то у меня была, по которой я перестал снимать. Ну, в общем, в моменте истины... Минус был в том, что он жутко лагал. То есть даже мой компьютер его не тянул. Окей. Медивл 2 Total War минусов вообще не было. То есть все ограничивалось лишь... Лишь мною. Минус... Минус Дня Победы 2. Заключался в том, что игра начинала лагать... Ох, ох... Ну ладно, ладно, я не буду перезагружаться, дабы опять не начинались срачи в комментах. Да, то есть минус... Минус, минус, минус Дня Победы 2 заключался в том, что игра начинала лагать ближе уже к середине игры. Это меня жутко-жутко раздражало, да? Минус Сюгуна. То, что игра вообще непредсказуемая. Никак ее невозможно предсказать, что будет твориться, что будет происходить, к сожалению, да? И это меня иногда сильно доставало. Потому что это игра тролль. Она тебя постоянно троллит, ты не знаешь, что ожидать. Так, идем дальше. Минус Дон Старф я уже сказал в чем. Минус Дон Старф в том, что там нету сохранения. Ну и вот так вот... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Господи. Просто супер. Так, это кто такой-то у нас? Морская пехота США. Убили нашего генерала. И сейчас я чувствую, нам будет полный каюк. Насколько я подозреваю. Насколько я понимаю. Ой-ой-ой-ой. Что поделать, что-то поделать. Жалко терять такой город, на самом деле. Тут дофига народу-то живет. Я даже не знаю, перезагружаться мне или нет. Но ладно, не буду. Не буду, а то опять в комментах начнется жаркий бугурт. И, разумеется, это тоже будет не очень приятно. Давайте здесь все-таки проведем, наверное, даже не знаю, автоматическую битву или нет. Ну да, здесь автоматическую. Противник все-таки потрепан. Очень-очень сильно. Мы даже захватили с вами некоторые корабли. Но теперь у меня нет средств на содержание. Поэтому мне их, разумеется, придется просто-напросто потопить. Как смысла от них вообще никакого нет. Но зато мы с вами восстановили себе всю торговлю. Это странно, конечно, не звучало. Можем еще раз автоматическую битву провести уже. Чтобы добить окончательно вражеский флот. И да, противник уже притопал к самой моей, по-моему, столице или нет. Нет, это просто город-замок. Я даже не знаю сейчас, не имею ни малейшего понятия, как его оборонять. Здесь столько черной черепахи. А у противника армия там элитная. Это всякие эрикати с повышенным бафом на скорость, да? Надо сейчас на самом деле думать, как мне действовать. Еще вот этот товарищ убил моего генерала. Есть ли какой-то смысл оборонять? Есть ли какой-то смысл оборонять его? Не имею вообще ни малейшего представления. Хочется, конечно же, отступить. Вот так вот, если подумать, да? Но это было бы логично. Все-таки здесь, я думаю, мы не сможем противостоять. Но вопрос в том, как мне потом этот город отбивать. Вот в чем вся загвоздочка. Такая моя небольшая. Ну ладно, вводим войска из города. Что еще поделать? Здесь, разумеется, наем войск отнимаем. Отменяем. Придется собирать новую армию, чтобы оборонять все это дело. Иных вариантов я здесь не вижу. Так, с товарищами зелененькие мы с вами помирились. Надо вот на самом деле вот эту армию постепенно возвращать уже на восток и на север. Потому что, считайте, самые элитные отряды у меня стоят вообще непонятно где. Ну ладно, смотрим, что предпринять противник. Что он будет творить. Что он будет делать. Открытое достижение жизни ради битвы. Ага, противник там хочет... Хочет навязать мне что-то такое неприятное. И здесь тоже... Решительная победа. И мы даже захватили с вами в плен вражеские корабли. Провинцы обстреляли. Растущее недовольство. И зима. А вот это вот очень круто, ребята. Вы просто не представляете, как зима-то вовремя. Зима оказалась очень вовремя. И мы, кстати, с вами даже захватили фрегат Кайямару. Топим два корабля. Толку от них абсолютно никакого нету. Зима это очень и очень вовремя. Как говорится, зима не будет, да? В Хитате оставляем наши войска. Здесь у нас недовольство растет. Да, если противник сейчас возьмет этот город, я, конечно же, немножко тупанул. И не учел то, что сейчас зима-то у нас появилась. И то есть противник, если он возьмет этот город, он перестанет терять зря свои войска. Да, вот это, конечно же, небольшой такой минус. Здесь нам порт разрушили, стоимость ремонта аж 3000 золотых. Это просто неподъемные для меня сейчас деньги, к сожалению, да? Сколько времени придется все это добро ждать? Противник мне тут вообще все разорил. Негодяй такой. Ну, попробуем хотя бы так поремонтировать, я не знаю. Флот надо хоть такой, хотя бы минимальный содержать. Вопрос в том, где будет его порт приписки. Я, наверное, здесь его оставлю, потому что... Потенциальный противник все-таки будет отправляться у меня с севера, да? Ну, ты стоит починить этот корабль тоже очень и очень дорого. Ну, ладно, ждем, что будет делать противник. Скорее всего, он отправится в Симацука. У него просто... Да, у меня и денег-то нет, чтобы эту гейшу убить. Ему надо сейчас срочно занимать поселение, чтобы не терять по глупости с... Ну, нет, нет, он, короче, решил побыть дурачком. Он делает очень опрометчивые шаги, непонятные. Здесь у нас битва, я думаю, что здесь автоматически... Странно потеряли так много войск. Нападение врага, провинция обстреляна, бунт самураев. Как это все не вовремя, ребят, на самом деле. Как это все не вовремя. Просто вот, вы знаете... Ладно, там много бывает фейлов разных, да? Но вот чтоб так, это просто невозможно. Ладно, надеюсь, противник здесь решится напасть на нашу Хитатию. Я не знаю, хватит ли мне времени в этой серии, потому что уже прошло 20 минут. Как это затягивать его тоже неохота. Ну и здесь что у нас? Здесь наши лазурные драконы. С главным генералом. Отправляем его на восток, потому что там у нас основные такие замесы. Веселенькие. Если что, подкатим подкрепление. Как у нас тут с общественным порядком. Вроде бы как нормально. Не знаю, кстати, что этот иностранный наемник хочет нам сделать. Что-нибудь неприятное. Ниндзи добавляем в армию, чтобы была разведка. То есть здесь он лишним явно не будет. Самураи тут сбунтовались. Надо их, по идее, добить. Чем мы сейчас и займемся. Ага, добить-то мы их не сможем, на самом деле. Ну ладно, я думаю, после зимних потерь они сами там все попередохнут. И никаких проблем с этим у нас не возникнет. Поэтому завершаем вход. Смотрим, что будет предпринимать противник. Зима мне, конечно, сейчас... Ёлки-маталки. Короче, полный звездец, на самом деле. Полный вообще кирдык. Я не знаю, где Титисю даже находится. Но что-то играми я решила прямо-таки добить... Да, битва. И я не знаю, почему... То ли это баг, то ли нет. Ну-ка. Это было очень странно. Я не знаю, это баг или нет игры. Он потерял всю свою армию. Что это было? Нет, вот... Игра вообще просто непредсказуем. Казалось бы, он меня должен был вообще разбабахать, да? Ну... Это было очень странно. Очень непонятно. Но очень вовремя, на самом деле. Это было... Это было просто замечательно. Так, ну и здесь противник тоже решает что-то предпринять. Непонятно. Да, слушайте, ребят, вот так вот... Конечно, по-глупому потерять свою армию. Это... Это надо... Это надо еще лохануться. Я не знаю, что творится с игрой, на самом деле. Но противник... Точнее, искусственный интеллект явно... С ума сошел. Армия изнурена. Все мне непонятно, что произошло. Но, в общем, все было очень круто. Мне все очень понравилось. Все это было очень вовремя. Так, теперь мы свою огромную армию возвращаем на положенное место. Где и положено быть. Сейчас еще самое главное, это не нарваться вот на этого синце... Нечитаемого чувака, да? Иначе у нас с этим будут большие проблемы. Так, здесь у нас новый флот противника появился, поэтому мы убираем свои фрегаты... Точнее, корветы и отправляем на перехват. Надо с этим товарищем не разобраться очень-очень-очень быстро. Ну, раз такая движуха, давайте-ка мы, наверное, белых тигров распустим. И вот этих вот товарищей... Я даже не знаю, может ли иностранный наемник сделать что-то неприятное моему генералу... Или какая-нибудь чертовая гейша тоже может его обольстить или сделать что-то не очень хорошее. Так, и у нас здесь, кстати, появился еще один корабль. Мой новый фрегат. Ой, корвет, точнее, я даже не знаю, распустить его или нет, сколько он стоит. Да-да-да-да-да, вы что? Ну, разумеется, топим корабль, потому что денег сейчас очень-очень мало. И надо мне с любимыми бютями их добывать. Вот это вот, конечно же, мне было вообще просто-напросто неприятно... Ой, непонятно, как такая огромная армия, которая состояла полностью из войск ближнего боя, которые, по идее, должны меня были порвать, да? Ну... Но я только рад, ребят. Это очень приятно. Все-таки игра... В игры есть сердце. Нет, в игре нет сердца. Он мне порт блокирует, и сейчас наверняка его обстреляет. Как же он бесит вот это вот... То, что это какой-то жалкий обстрел, да? И он тебе портит всю экономику, считай. То есть ты должен следить за каждым передвижением постоянно. Это ужасно. Так, мой противник здесь почему-то даже не потопился. Все, захватили в плен корабль. Разумеется, мы его топим. Хотя нет, ничего он не обстрелял. Здесь у нас все по-прежнему. Давайте попробуем разобраться, что у нас тут с дипломатией творится вообще. Что это за тёси такие? Да, это те самые очень сильные чувачки. Которые... 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 Все нам, опять-таки, расторгают с нами торговые соглашения, да? Вы здесь словно честный воин. Ну, совершенно непонятно, в чём логика игры, что он от меня хочет. Уже не с кем-то и торговать, по сути. То есть придётся как-то саму выживать. А постепенно восстанавливать свои хозяйства. Наконец-таки я уже разобрался со всеми флотами противника. И можем как-то пытаться что-то сделать. Вот ещё новые гейши. Но теперь у нас новая беда, ребята. Это наплыв вражеских агентов. И невозможность... То есть я не могу им просто-напросто противостоять хоть как-нибудь. Поэтому такие дела. Мы с вами по-прежнему оказываемся очень-очень сильно скованными. А в своих действиях... Знаете, как медведь зажатый в берлоге. Ну и сейчас ещё гейши кого-нибудь попробуют опольстить. Ага. Давай, детка. Вроде бы ничего не произошло. Да. Коварная гейша. Уничтожить любого начальника в бою, да? Но сейчас... Я не знаю, никого даже рядом нету. Мой ниндзя и даже ничего сделать не сможет. Просто потому, что у меня нет денег на это. Ну ладно. Надо, по идее, мне флот отремонтировать. Этим я и займусь. Потому что если появится какой-нибудь вражеский корабль, он мне надаёт очень-очень сильно по башке. Да, но здесь... Медо-очистительный завод, конечно же, очень-очень дорого всё это дело стоит. Поэтому, к сожалению, никаких шансов у меня против них нет. Ну вот так вот. Такая вот у нас ситуация. Это с вами не совсем приятный. И не туда, и не сюда. Мы с вами, к сожалению, двинуться не можем. Единственное, что... Вот этого товарища, конечно же, можем отправить вперёд. Да, наверное, так и сделаем. Но его начнёт преследовать гейша. Вот в чём беда. Его будет преследовать эта коварность. Нет, не буду это ругаться. Тогда уже будем... Пойдём с вами на север. Там захватим какие-нибудь земли. Если у противника не соберётся армия... Ну, видите, там товарищ мой с севера воюет армией ближнего боя. То есть в поле, когда мы с ним столкнёмся, он получит по башке очень-очень сильно, да? Поэтому мне остаётся только развести его на битву в поле. Так, здесь мы останавливаем налогообложение. Здесь у нас тоже было отменено. Слушайте, да у меня что-то везде, что ли, отменено? Отменены налоги были. Так теперь у меня денег дофига. Слушайте, просто-напросто замечательно. Всё более-менее такое хорошее. Твердые не ремонтируем, разумеется, и завершаем ход. Ну да, доход у нас теперь неплохой. 1500 золотых. Конечно же, никак это не сравнится с тем, что было когда-то очень-очень давно. Но, вы знаете, такое меня тоже радует. И опять, опять меня кто-то обстрелял. Прям заколебали, на самом деле. Надо с этими годами бороться. Надо с этими годами бороться. Ну и скоро зима. То есть мы с вами можем спокойно, в течение весны, лета и зимы, заниматься тем, чем нам положено. Так, артиллерийский гарнизон. Ремонтировать его в особого смысла я на самом деле-то и не вижу. Надо посмотреть, что у нас в других городах. Главное, чтобы здесь было. Ну, смотрите. По сравнению с предыдущей серией, сейчас у нас всё более-менее нормально. Сейчас ещё осталось поднакопить на то, чтобы отремонтировать торговый порт. А надо ещё совсем немножечко. И будет всё просто супер. Цели свои я выполнил. Изгнал захватчиков. Уничтожил вражеские флотилии. Заключил торговые соглашения. И разобрался с мятежниками. Поэтому серия, я думаю, получилась довольно-таки неплохая. И, в всяком случае, для меня она была очень приятной. Поэтому такие дела. Ладно, завершаем ход. Ставим на восстановление наш порт. И смотрим, что подкинет нам противника. Ну, вы знаете, это всё как обычно. Как только... Так, кто там у нас нападает? Ага. Нет, не принимать на службу. Весна наступила, да? Ну да, здесь... Как только я вот начинаю радоваться и... И закрывать глаза на всякие непотредства, противник, опять-таки, сейчас наверняка отправится к нам в гости. Пу-пу-пу-пу... И... Вопрос в том, что делать? Что делать и кто виноват, как говорится? Ну, здесь давайте наймём, наверное, парочку Яри-Кати. Нет, не Яри-Кати, а Котана-Кати. Чтобы они потом обороняли здесь мой гарнизон Нет, этого делать не буду Придется один отряд оставить Сделать так И отремонтировать порт Все, стоимость ремонта Все замечательно Но эту армию, как я и планировал, отправляем на север Здесь иных вариантов нет Конечно же, здесь у нас гарнизоны тоже просто огромные Я даже не знаю, есть ли в них такой смысл Но здесь, видите, в чем беда Здесь войска очень опытные И просто так их распускать тоже не очень-то и приятно Зато у нас появилась морская пехота США Посмотрим Да, морская пехота, конечно же, намного круче, чем Намного круче, чем мы И даже лазурные драконы Поэтому это тоже надо учить Ну что ж, в следующей серии мы уже с вами отправимся в гости к нашим северным соседям Поэтому с вами был Диодан Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте Всем добра идукалеса Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!